Приветствую, друзья! Ну что, в этом году доллар у нас в два раза не вырос, как он обычно скачет раз в 10 лет, да, 98-й, 2008-й и так далее. Но это полностью компенсировалось двухкратным ростом цен на стройматериалы с начала весны. Все об этом знают, я думаю. Совпадений со строительным сезоном? Да нет, конечно, что вы, как бы связи никакой нет, да, хотя на самом деле есть. Но это не главная причина. Металл прокатный и гнотосварной вырос в цене примерно с 50-60 тысяч в прошлом году до 100-120 тысяч рублей. Выросли в цены пиломатериалы, а также дальше подтянулись все остальные материалы. Осталось ждать только подорожания цемента, так как все начнут экономить стали и использовать больше бетон. Это очевидно, да? А соответственный рост цен на песок и гравий также будет не за горами, если экстраполировать сегодняшние тенденции. Будем надеяться, что это не случится, но пока это с большой вероятностью будет. А что у нас в этой связи с проектированием, сегодня это и обсудим. Как отреагировал рынок на повышение цен на стройматериалы? Да, собственно, вот посмотрите, две стройки, вот как шли они, за окном с осенью так и идут. Вернее, даже ускоренными темпами идут, потому что самый сезон жаркий пошел, май месяц, зимы надо сделать максимум работы, пока тепло. Нет, ну а вы представляете, что они еще могут делать? Ну вот какие есть еще варианты-то? Например, коттеджи-строители, да? Им заказчик заказал дом, пошла стройка, а на середине пьесы стройматериалы взвезгнули вдвое. И что теперь останавливает стройку? А если они через полгода еще вдвое выстрелят в стройматериалы? Если еще будет увеличение цены? А если из-за всего этого еще и дефицит возникнет? Смысл останавливаться? И в итоге все продолжают строить, что им еще делать? Ругаясь, скрипя сердцем, но продолжают. Что называется, ежи кололись, но продолжали есть кактус. Теперь смотрим на большие стройки. Тут вообще никаких даже гипотетических вариантов нет. На них висят огромные кредиты, стоит вот кран, за который аренда капает, рабочие на зарплате, техника, обязательства по договорам с заказчиком, обязательства перед банками. Поэтому стройка идет и продолжит идти дальше. А еще ее дополнительно подстегивает спрос. Бешеный спрос на недвижимость, который вырос на этом росте цен. Это все как снежный ком, друг за другом тянется. Например, у нас в регионе цены на недвижимость выросли кардинально, 25-30%. Трехкомнатная квартира в качественном доме, не люкс, далеко, доходит до 8 миллионов без отделки. Это в городе, где население меньше 500 тысяч. Раньше такие же продавались по 6, по 5,5 миллионов. Поэтому два фактора. Невозможность остановиться и бешеный спрос толкают стройку дальше и выше. И это приводит к чему? Правильно, к еще большему росту цен на стройматериал. Закон рынка. Чем это кончится, черт его знает. Но, очевидно, дойдет до какого-то баланса. Все это устаканится. Но нет никакой гарантии, что это не устаканится на отметках цен недвижимости, где-то как в Москве. Будут у нас цены, как в Америке, на недвижимость при таком росте. Сколько они будут стоить в самой Москве, даже подумать страшно. Я думаю, что там на уровне Калифорнии, скорее всего. Да, друзья, не забывайте давить на кнопочку с пальцем вверх под видео, если материал понравился, или палец вниз, если нет. Это поможет нашему каналу развиваться активнее. Главное, даст нам понимание, заходит вам материал или нет. Ваша реакция позволит поднять качество выше и дать вам более полезную информацию. Почему все это происходит? На мой личный субъективный взгляд, это происходит из-за кардинального, беспрецедентного роста денежной массы в мире. И запечатанный денег, в первую очередь долларов, конечно же, как основной валюты. Уже выкинуто около 10 триллионов долларов за последнее время, и нету никаких перспектив, что это остановится. Это чудовищные объемы денег, так как количество товаров осталось примерно на том же уровне, производительность сильно не выросла, то цены на эти товары ожидаемо взлетели. Просто количество бумажек на единицу продукции выросло, и эти бумажки мгновенно обесценились. То есть, как бы очевидная вещь. Обесценились они на величину роста, а в некоторых местах даже больше. Замечу, что рост цен наблюдается по всему миру, а не только у нас. В США рост еще выше по данным. Именно это и говорит о том, что рост связан в первую очередь с работой печатного станка по всему миру, во всех странах. А что же проектирование-то? Давайте посмотрим абстрагировано от роста цен, незамыленным взглядом. Опять же, мнение субъективно основано на том, что происходит с проектированием в рамках моей компании. То есть, я могу рассказать только об этом, потому что я тут вижу, как бы все достаточно понятно, четко и ясно. Другие компании мне видны только со стороны. Если у кого-то другие данные, опыты с начала года, то обязательно пишите в комментариях. Мне самому очень интересно, насколько объективна информация у меня на данный момент. Потому что от этого зависит много. Чем объективнее ты анализируешь ситуацию, тем лучше ты ею владеешь. Итак, те, кто нас смотрит постоянно, знают, как я отношусь к проектированию коттеджей. Берем неохотно, только интересные объекты, за хорошие деньги и работаем только с адекватными заказчиками. Ибо наелись уже неадеквата выше головы. К чему я это говорю? Тут примерно с начала года как раз пошли пачками заказа на коттеджи, которые мы так не любим. Обычно, если заказчик адекватен, но мы делать не хотим, либо загрузка, либо есть более интересные объекты. Я называю, так сказать, отказную цену. Я думаю, многие проектировщики этим пользуются. Цена такая, что с вероятностью 98% заказчик откажется. А если не откажется, то нам делать будет не влом по нормальной цене. Даже скрипя зубами мы это сделаем, получим хорошие деньги. А тут я называю отказную цену, а заказчик без промедления говорит. Все, меня устраивает, давайте начинать работать. Я такой, чувак, мы же не хотели. Ну ладно, что делать? Цену назвали, заказчик согласился, делаем. Тут бах, второй заказчик также соглашается. И так идет по сей день, сначала где-то января. Вот у нас так идут заказы, которые мы, можно сказать, вынуждены брать. Потолка цены я пока не нащупал, но в целом мы уже откровенно отказываемся на май месяц. Даже без назначения цены от неинтересных объектов, потому что уже загрузка такая, достаточно серьезная на месяцы вперед. Да, кстати, замечу, что и по срокам заказчик пошел адекватный. Что удивительно, особенно для коттеджных заказчиков. Да, тут одни заказчики вообще удивили. Я расцеловать хотел заказчика. Светоч во тьме. Представляете, приходит тоже с заказом на коттедж и говорит, надо мне к маю сделать. Я сижу и думаю, блин, опять очередной неадекват. Ну капец, ну к маю. К нам в апреле пришел, какой май. Сейчас, думаю, лесом пошлю его, надоели до смерти. И тут выясняется, что к маю 22-го года он хочет сделать коттедж. Представляете, за год. То есть фантастика. Молодец человек, за год спокойно подготовит проект, документики все проверит. Вот образцовый подход. Если меня смотрят заказчики-торопышки, то вот, учитесь как надо. Делайте проект как следует. Все продумывайте. Давайте время всему этому отстояться, так скажем, в голове у себя и у проектировщиков. Оформите документы и спокойно делайте. У вас будет красивый, надежный, качественный коттедж. А вот торопиться вот так, как вы обычно делаете, это только портить все. Понимаете? Далее. Наши обычные объекты. Большие промздания, котельные, жилые здания, многоэтажные и прочие. Также вырос спрос. Серьезно, очень. Особенно на промку. По цене 90% заказчиков не торгуют сейчас вообще. Торгуются единичные случайные заказчики, которые походу еще не врубили, что происходит на рынке. Возможно, все это закончится с завершением строительного сезона. Я не знаю. Но пока с начала года тенденция на рост заказов и рост цен вот идет. Такая она достаточно стабильная. Предприниматели, обычные люди, панически ищут места вложения денег. А так как недвижимость это самое понятное и осязаемое в нашей жизни, отработанное годами, то и несут они деньги именно в недвижку. А значит и проектирование будет расти. Все это подстегивается сильным ростом цен. Все боятся опоздать и несут, несут, несут. Поэтому, господа проектировщики, давайте не проканифолим этот сезон. Давайте прекращайте демпинговать, кто это делает. Работайте по достойным ценам. Это просто банальное самоуважение. Тем более рынок на данный момент дает такую возможность. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Всем удачных проектов!